Здравствуйте! Это «Что случилось?» Ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и у нас сегодня выпуск особый, нетипичный, потому что будем отвечать на вопросы, которые вы отправляли в течение недели. Кому? HR-специалисту Алене Владимирской. Здравствуйте, Алена! Здрасте! Конечно, говорить будем о работе, то есть о трудоустройстве в кризис, и о карьере во времена такого спада, который в постсоветской России еще не случался. Давайте, Ален, начнем вот чего. С цитаты. «Знаете что? Я вижу сейчас на всех своих консультациях. Я вижу дикую тревожность менеджеров среднего звена, которыми наполнена Москва. Тревогу за будущее, потому что нефть по 28 и перспективы туманны, и чудовищно пессимистичны в своей туманности. Тревогу за настоящее, потому что сейчас работы столько, а условия такие жесткие. Ну поработай ты в двушке с женой, двумя детьми, тещей и псом. Что люди выгорают за две недели, так как в офисах не выгорали годами. Я вижу глубочайшее разочарование во всех институтах власти. Образованные люди все больше убеждаются в двух вещах. Власть ничем не поможет, и власть ничего не контролирует. Я вижу их внутренний кризис. Все больше людей выйдет из карантина с вопросами, а зачем я живу вместе с этим человеком? Почему я живу в такой квартире? Почему работаю на этой работе? Почему живу в этой стране и этом городе? Я вижу сотни срывающихся людей, плачущих, что они закрывают свои бизнесы. Я вижу сотни клерков, которые до смерти боятся потерять работу. Я вижу десятки журналистов, которые приходят с запросом. Помогите найти другую работу, где не надо ежедневно врать, что мы прорвемся. И так далее. Это из вашего довольно большого поста в Фейсбуке. И эту запись многие СМИ уже перепечатали. Она крайне пессимистична. Все настолько плохо, все настолько нервничают. Вы знаете, я не скажу, что все настолько плохо, я скажу, что все настолько нервно. И показатель того, что все действительно так, это просто то, что эту запись без всякой раскрутки, безо всего, немедленно в том же самом Фейсбуке залайкала две с половиной тысячи человек. А количество людей, которые написали мне в личку, что да, это все так, это, наверное, показатель, что это живой нерв. А почему это живой нерв? Потому что я ежедневно принимаю вопросы на своем сайте. И если до кризиса примерно в день приходило по 80-100 вопросов про карьеру, про работу, самых разных, то теперь в день приходит от 900 до в некоторые дни до 2000 вопросов. Это просто за день. И это в основном не те люди, которые потеряли работу. Это в основном те люди, которые беспокоятся, что будет с их работой дальше. Это средний класс, который понимает, что попал в какую-то очень нетипичную для себя ситуацию. И самая большая тревога строится в том, что человек понимает, что впервые за многие годы он своей карьерой не управляет, он своей работой не управляет. И вот эта история, я работала просто хорошо, я честно делала свою работу, вот эта знаменитая теория маленьких дел, она вдруг вся начала сыпаться, потому что ты можешь быть суперпрофессионалом, ты можешь хорошо делать свою работу, ты можешь очень любить свою компанию. Но случились такие времена, и тут никто не виноват. Это сочетание, я не знаю, вируса, нефти, ну просто вот такой идеальный шторм. И проблема в том, что это не только по России, это по всему миру. И поэтому прошлая закономерность и прошлый кризис, а моя девочка не молодая, это четвертый кризис в моей жизни, я хорошо понимаю рекрусинговые процессы, которые идут по обычным кризисам. Так вот, на самом деле здесь все другое, потому что это мировой кризис, и потому что на него сверху наложились очень большие жизненные обстоятельства в виде карантина, в виде очень большой неопределенности, непонятно, когда откроются границы, непонятно, когда заработают в полноценном виде экономики. И, конечно, это все очень сказывается на нервность, именно с точки зрения работы. Я скажу так, люди не столько боятся заболеть, сколько люди боятся потерять работу. Кто не боится, кто не нервничает. Есть такие? Нет, ну, конечно, много есть. Ну, слушайте, если в день пишут полторы тысячи человек, ну, извините, у нас в стране сколько миллионов, да, ну, конечно, часть этих не нервничает. Ну, кто не нервничает? Ну, меньше всех нервничают айтишники, потому что айтишники традиционно в кризис, в общем, ну, если даже айти не растет, то оно вообще мало падает, и люди это понимают. Во-вторых, ну, просто люди есть разной степенью тревожности, и многие просто не нервничают, потому что, ну, а что нервничать? Это просто другой тип личности, но я впервые с времен прошлых кризисов не пишу категории, которые я бы могла сказать, ну, кроме айтишников не нервничают вообще. Очень нервничает госчиновничество, очень нервничает, собственно, руководитель компании, очень нервничает, ну, малый бизнес вообще просто бьется в истерике. Поэтому сказать, что кроме айтишников кто-то вот как класс, как отрасль, не нервничает, нет, не скажу. А я правильно понимаю, что самые востребованные и самые обеспеченные те, у кого есть капитал, они потянулись, ну, точнее, думают о том, чтобы уехать за границу, когда откроется граница? Вы знаете, нет, на самом деле все немножко не так. То есть, на самом деле, вы понимаете, в той истории, когда люди приходят на какой-то истерике, а, конечно, люди приходят очень многие на истерике, на закрытие малого бизнеса, на фоточках там из-за метро, что мы все стоим в очередях, поэтому нам сидеть еще на карантине 2-3 недели, видимо, дополнительно к текущему времени. Конечно, там человек кричит, я уеду. Ну, сейчас такая ситуация, и, в общем, люди-то разумные, ко мне же приходят средние классы, повыше среднего класса, они довольно четко понимают, что кризис мировой, уезжать некуда. Потому что, если ты уезжаешь, ну, если у тебя там есть несколько десятков или сотен миллионов долларов, ты, в общем, ко мне не приходишь, потому что ты работы не ищешь. А если ты там работал, ну, я не знаю, в Москве на 150-200 тысяч рублей, и у тебя там, ну, сбережение, я не знаю, там, полтора миллиона, да, это обычная такая история московского среднего класса, то, собственно, сейчас, если и раньше ты был не очень востребован и в Европе, и в мире российские специалисты, если ты не отечественник, то теперь ты, в общем, не востребован вообще, потому что кризис международный, повторю. И каждая страна, конечно, будет защищать своих людей, своих граждан. И работу, прежде всего, давать своим гражданам, а сокращение везде вот большие. Поэтому, если раньше это было сложно, то теперь, в общем, это маловероятно. Мы обещали нашим слушателям, что поговорим не только о сложностях, но и о том, как карьеру сделать в эти непростые времена. Давайте небольшое общее рассуждение, а потом, я думаю, к нему неизбежно вернемся, отвечая на вопросы. Как карьеру сделать сейчас, когда все сокращаются? Никто ничего не знает. Предприниматели просто в шоке находятся, многие. И глобальная неопределенность. Вы знаете, во-первых, я поправлю вас немножко, извините, пожалуйста. Сейчас еще практически ничего не сокращается. Во-первых, все защищено, ну, много защищено этим выступлением президента и выступлением потом Собянина, о том, что сейчас нельзя сокращать. А во-вторых, на самом деле, бизнес сейчас пытается понять, в каких новых условиях он будет жить. И пока мы не будем из карантина, этот бизнес не понимает. И поскольку он этого не понимает, то, в общем, он еще и не очень сокращает. А скорее так, в планах у любого бизнеса сейчас в столах лежат вот эти план Б, план С по количеству, там, как мы будем сокращать, если будет сильно пессимистичный сценарий, не пессимистичный, там, совсем критичный сценарий. То есть бизнесы действительно разрабатывают эти сценарии, приходят в том числе и ко мне, и серия. Вот посмотри, как будем резать. Я ненавижу эту фразу, что кризис – это время возможностей. Как человека, еще раз, переживающий сейчас четвертый кризис, я хочу сказать, что это, конечно, время, прежде всего, доширака и слез. Вот. Но действительно, кризис – это время возможностей с точки зрения сделать карьеру. Объясню. Дело в том, что в кризис начинают появляться социальные лифты, карьерные лифты для тех людей, для которых раньше не было возможности. Особенно, если ты работал в большой корпорации. Ну, вот у тебя там есть грейд, ты на нем сидишь, ты понимаешь, что там через два, через три года ты перепрыгнешь на следующий грейд, потом там еще следующий. Ну, а дальше все зависит от блата, от твоего умения договариваться с людьми, от множества вещей. Сейчас, на самом деле, история про то, что если ты выскочил и говоришь, вот я вытяну это направление, я за него возьмусь, и оно начинает развиваться, а на самом деле, вот эти старые системы грейды, нет, мы не можем его повысить раньше, а что мы будем делать с остальными, не работают. То есть сейчас возможно сделать в большой корпорации карьеру просто с сокровной скоростью. Но это значит, ты впахиваешь 24 часа в сутки, это ты берешь на себя всю ответственность и все риски ты на себя берешь. Это первое. Второе. Кризис выделяет довольно много новых специальностей, не то чтобы они новых, но, собственно, те, которые становятся очень сильно востребованы. Если мы говорим о специалистах, то прежде всего это все антикризисники, это финансисты, это юристы, это HR, это те, у которых, что называется, у нас у всех руки по локоть в крови. Те, которые режут косты, те, которые открывают новые направления, те, которые режут расходы. Ну, то есть вот просто антикризисники, они очень нужны. В кризис всегда очень растет все, что связано с МНМ. Дело в том, что сделки все равно существуют, деньги есть, то есть их меньше, но деньги должны работать. И поэтому крупные компании, вот сейчас, когда закончится карантин, чуть позже, когда карантин закончится, в этот момент крупные компании начнут думать, а сейчас мы хотим что-то приобрести, потому что сейчас можно будет приобретать очень многие компании, и большие и маленькие, по бросовым ценам, потому что многие разоряются. Это связано, прежде всего, с строительной отраслью, это связано с консалтингом, это связано с IT, в частности, с стартапами, это связано с промышленностью, с производством, то есть можно будет покупать с адским дисконтом, выкручивая руки. И поэтому специалисты по МНА востребованы, прям будут очень. Ну, конечно, востребовано все IT, потому что кризис показал, что история цифровой трансформации, история онлайна, без этого уже вообще бизнесы не живут. И мы, конечно, смеемся, но к нам приходят за диджитал-директорами, IT-директорами, те компании, которых мы не ожидали. Например, позавчера к нам пришел крупный масложирозавод. Не скажу подробнее, потому что все под НДА, но условно, ну кто бы мог предположить какое-то другое время, чтобы масложирозавод, большое такое предприятие, потребовало себе человека на цифровую трансформацию. Однако надо, потому что, ну, не они такие прогрессивные, а жизнь такая, ну, иначе не выжит. Поэтому это то, что будет востребовано. Всегда, конечно, в кризис очень востребованы все руководители продаж, поэтому сразу такой совет, перетекая в будущее, если вы там сокращенный или сокращаемый операционный директор, еще какой-нибудь там директор исполнительный, и, дай бог, генеральный директор, переделывайте свое резюме под коммерческого директора, под директора по продажам, так шансы, на самом деле, трудоустроиться много выше. Потому что агрессивные продажи – это сейчас то, что, собственно, будет очень нужно. Понятно. И про руководящие позиции понятно, и про, как это назвать, линейные, да, наверное. Давайте перейдем к вопросам от наших слушателей и про конфликты. Пишет нам Анатолий. Лично столкнулся на этой неделе с такой ситуацией. Работаю в банке, принуждают перевестись на позицию ниже, как по статусу, так и по оплате. Многих перевели даже не спрашиваясь с их слов, подписывали ли они при этом что-то, мне неизвестно. Кого-то вынудили уйти в отпуск, кого-то перевестись на 4,5-часовой рабочий день, мотивируя всю эту ситуацию в экономике, что работы стало меньше, клиенты обращаются реже, чтобы работники проявили лояльность к банку. Мол, банк проявлял заботу, и лучше такая работа, чем никакая. Мой непосредственный руководитель начал говорить, что что-то не так с показателями. Когда я перешел к конкретике, что у меня все в порядке с этим, он перешел к откровенному шантажу, что если откажешься от перевода, то пожалеешь об этом. Я один из немногих, кто не пошел на поводу у руководства и отказался от такого щедрого, в кавычках, предложения. После этого начались придирки по регламентам, которые ранее, можно сказать, не существовали, что может говорить о продолжении давления. Буквально сегодня просят написать объяснительную за две минуты превышения времени обеда, хотя это обусловлено технической ошибкой. Доказать мне это почти невозможно, так как я не имею доступа к подобной отчетности. Законны ли подобные принуждения к переводу на другую должность без реальных на то причин, как себя правильно вести в этой ситуации? Нужно ли писать в данном случае объяснительную? Если да, то как правильно это сделать, чтобы впоследствии работодатель не смог ее применить против меня и подвести к увольнению по статье. Ну, в целом, от Анатолия вопрос, я рискну его немножко расширить. Стоит ли конфликтовать и качать права сейчас? Ну, давайте я сейчас сначала отвечу конкретно Анатолию. На самом деле, закона ли это? Нет, конечно, не закона. Поэтому, собственно, без вашего решения сделать ничего не могут. Вы должны подписать бумаги. Такой вопрос, что надо понимать, что все это не от хорошей жизни. Все это от того, что компания... Я сейчас не защищаю компанию, но компания пытается сделать следующее. Объясняю. Компания пытается сохранить численность, а не уволить там, условно. То есть можно оптимизировать вознаграждение, ну, то есть перевести, уменьшить, давайте называть своими именами, уменьшить вашу зарплату и, условно, перевести вас на четырехдневку, снизить премии и еще прочее. А можно, собственно, это один путь. Это путь, когда пытаются сохранить всех. Второй путь – это когда говорят, окей, мы не можем сохранить всех, но мы живем в новой реалии, в которой мы живем. Поэтому, собственно, мы сокращаем, например, 20% персонала. И тогда, собственно, этим 20% объясняется, что они будут сокращены. По идее, вам должны выплатить 4 оклада в этом случае, уведомить за 2 месяца, выплатить 4 оклада и отпустить. Что тут лучше для вас, что тут хуже, решать вам самостоятельно? Мы должны понимать следующее, что сейчас вы выходите не на тот рынок, который был еще несколько месяцев назад. Сейчас такие процедуры проходят в большинстве российских компаний. Ну, как минимум, коммерческие компании. Поэтому вероятность того, что вы с 4 окладами выходите, но найти работу будет крайне сложно. Прямо крайне сложно. И, вероятнее всего, вы попадете, опять же, на позицию по уровню меньшую, чем вы работали сейчас. То есть в результате вы выйдете примерно на те же условия, которые вам предлагает текущее компание, причем через какое-то время и с большими рисками. Поэтому что лучше, что хуже, решает каждый. Это незаконно. Объяснительную за 2 минуты выписать не должны. На самом деле, я даже советую, если вы зашли в такую жесткую конфронтацию, с вашей стороны обезопаситься консультациями юристов по трудовому праву, они есть. Их довольно много. Они просто списываются в чатике каждый раз, когда что-то там вынуждает. Говорят, вот это делать нужно, а это не нужно, а это нужно делать так. Это вас убережет от всех ошибок, которые, конечно, компания будет сейчас использовать по отношению к вам. А в этом случае надо иметь просто железную нервную систему, потому что добить будут. Но вы должны понимать, еще раз, я не за какую сторону, но риски вы должны понимать, что, соответственно, компания пытается вас сохранить как сотрудника, но и шансов, чтобы идти на рынок, вы найдете работу, собственно, с каждым днем становится меньше. Поэтому что лучше, решайте сами. Про удаленку есть довольно много вопросов, и пусть показательным будет сообщение от Наргиза. Как выстроить личные границы, работая на удаленке? Складывается ощущение, что все внезапно забыли о рабочих часах и без колебаний просят выполнить задачи вне рабочего времени. Нагружают большим объемом работы, который не выполнить за стандартное рабочее время, только потому, что теперь доступ к работе есть из дома в течение всего дня. Можно ли как-то эти границы установить? Да, это правда, действительно. Удаленка принесла нам не столько счастья, сколько беды, в том смысле, что рабочий день у всех примерно длится 12-16 часов, и он ушел в выходные, он ушел непонятно куда. На самом деле, это во многом связано с двумя вещами. Это связано с тем, что у нас компания не умеет работать на удаленке, поэтому это вот невыстроенный процесс. И второе, это шок кризиса как раз от ситуации, что, блин, давайте сейчас работать темного для того, чтобы вытащить компанию, но чтобы она, собственно, у нас выжила. Опять же, я никого тут не оправдываю, я просто рассказываю, как это устроено, как это, собственно, надо дальше делать. Дальше на самом деле вы должны очень четко себе обозначить, что вы пришли к началу рабочего дня, вы обозначились, не знаю, там в какой-то вашей в таск-менеджере или в мессенджере, где у вас идет рабочая коммуникация, что вот вы начали, собственно, эту работу, дальше вы ушли в такую-то, обозначили, что вы уходите на обед, и там условно в 6-15 вы обозначаете, коллеги, мой рабочий день закончен, до завтра, завтра я тут появлюсь в 8 часов. Все, с этого момента вы должны эту штуку отключить. Но это, конечно, в хорошем теоретическом мире, в мире, который был до кризиса. Сейчас, на самом деле, опять же, я не призываю вас перерабатывать, я не призываю вас перестраивать вашу жизнь и усиливать ее рабочую составляющую, но вы должны понимать, сокращение будет, и, конечно, прежде всего, будет сокращать тех людей, которые сейчас не готовы биться за компанию. Биться вам за нее, не биться, это ваш вопрос, всегда очень индивидуальный, вера в эту компанию, вера в этих руководителей, своих жизненных приоритетов. Но вы должны понимать, что формально это отстраивается очень легко, но неформально вы себя вносите в группу рисков. Да, вы еще деликатно про удаленку сказали, и, кстати, дорогие слушатели, можете послушать наш подкаст про мир, который будет после пандемии, там политолог Константин Гаазы сравнивает работу из дома с новым крепостным правом. На самом деле, вот после выхода из карантина история про удаленку, она будет совсем не такой, как мы до этого думали. На самом деле, возникнет привилегия вернуться в офис. Вот те, кто, собственно, сможет вернуться в офис снова, это значит, что компания вас расценивает либо как ценного сотрудника, либо ваше подразделение как ценное подразделение. И это значит, что вероятнее всего, вы, оказавшись рядом с руководством, а все равно очень много неформальных связей. Это вероятность того, что ваша карьера будет расти лучше, это вероятность того, что вы больше будете заметны, и поэтому моего вознаграждения будет лучше, ну и, собственно, и вообще вот карьера будет строиться лучше, извините за то, что повторяю. А история про удаленку, это будет история про то, не то, чтобы списанных людей, нет, не списанных, могут ценить и прочее, но, собственно, это такое, люди второго сорта. Или второго эшелона, вы у меня с языка сняли, я хотел как раз это уточнить, находясь в офисе, ты лучше коммуницируешь, как вы сказали, в том числе неофициально, и по горизонтали, и по вертикали, и биться за это стоит, а пока ты дома, наверное, можно шутить, смайлики ставить, и заводить какие-то неофициальные каналы, не связанные с делом в корпоративном чате, или как? Как это компенсировать, разговору кулера? Ну, вы знаете, на самом деле никак. На самом деле, удаленка даст другие вещи. Удаленка на самом деле еще показывает и опасность для компании. Дело в том, что сейчас люди, которые переведены удаленкой и общаются во внутренних всяких чатах, довольно много сбиваются в такие внутренние группы, и которые вдруг понимают, что они делают какой-то проект, который может существовать как отдельный бизнес. И они вдруг понимают, что эта вот компания нафиг не нужна, извините за такое слово, что им, собственно, вот мы сейчас собрались, все понятно, что делать, вот сейчас вот этот карантин закончится и станет понятно, чего, и мы пойдем и сделаем свое. Неважно, эта компания у нас останется заказчиком или, собственно, или не останется. То есть это еще очень сильная стимуляция для собственного дела, для собственных вещей. Поэтому тут это риск с обеих сторон, поэтому все коммуникации, которые вы сейчас строите, рассматривайте еще и с точки зрения вашей будущей карьеры не только в рамках компании, а совершенно разных движений. Еще вопросов, их таких много. Если я относительно молод, спрашивает Савелий, из Москвы ему 25 лет, мне 25, и во время эпидемии есть возможность освоить новую профессию, к примеру, IT. Насколько хорошим решением будет сейчас взять курс на эту область? Не будет ли после пандемии переизбыток на рынке труда молодых, в кавычках, джуниор-специалистов, которые еле-еле освоили для себя такую область? Ну, смотрите, тут очень все зависит от того, кто бы до этого, и, второе, насколько глубоко вы, собственно, этот навык прокачаете, какой у вас будет язык, и какой вы навык прокачаете. На самом деле, надо понимать, что после где-то 30 лет никто уже не покупает вас за факт, я просто умею, я просто научился. Соответственно, покупать за навык я и применял. Поэтому вообще сейчас, джуны, программисты не очень востребованы, еще и до кризиса были, потому что их переизбыток как раз вот этими дешевыми, некачественными курсами. Их очень много. Людям продают, что вот ты сейчас быстро за месяц научишься программированию, поэтому найдешь работу хорошее, качественное. А выясняется, что эти программисты тоже никому не нужны, потому что, в общем, они ничего не умеют, их надо учить. Поэтому тут такая история, тут надо смотреть, то есть если вы идете на эти курсы, надо ли, собственно, с вами новая профессия, почему нет, если вам хочется. Но вы должны тогда параллельно, соответственно, сразу брать какие-то проекты, которые вы делаете руками, вот, и сразу приобретать навык не только знаю, но и умею. И второе, это, конечно, иллюзия, что если вы закончите месячные курсы, все-таки у нас карантин, ну, там, полтора-два месяца, что после этого вы станете качественным программистом. То есть, ну, как минимум, закладывайте себе год. Есть похожий вопрос от Екатерины, но поскольку масса таких обращений, я его тоже процитирую, какие профессии отрасли будут особенно востребованы после пандемии в новой реальности? Понятно, что предсказать это трудно, но рискнете, Ален, сделать прогноз? Ну, конечно, на самом деле, ну, это очень сложно сделать прогноз в долгосрочной реальности, а в краткосрочной, в общем, очень понятно. Первое, конечно, любая страна сейчас очень сильно задумалась о собственной экономической и прочей безопасности, поэтому внутренний агро. Второе, это все, что связано с робототехникой, потому что все задумались о том, собственно, что люди – самое слабое звено, и вот все вот эти курьеры, водители и прочие показали, что все, что может автоматизироваться и быть связано с робототехникой, все это нужно собственно развивать. Третье, это медицина в виде фармы и медоборудования, ну, что совершенно очевидно. Четвертое, это все IT. Пятое, это индустрия развлечений, дико растут стримы, дико растут подкасты, ну, собственно, вот это вот все. Ну, и, конечно, онлайн-образование, которое, на самом деле, там не все так линейно, все ждали бума-бума, а оказалось другое, онлайн-образование показало свою абсолютно несостоятельность текущих условий по разным причинам, там их много, сейчас не будем об этом, и поэтому, конечно, поскольку в отрасль много вкладывали, и все равно понимают, что она будет драйвер, там будет очень сильный передел. Это вот те индустрии, которые точно будут расти. Ну, и плюс, конечно, ближайший год, вот это юристы, то, что связано с банкротством, МНМ, то, что я уже говорила. Очень понятный вопрос тоже, и он-то, мне кажется, на самом деле, действительно пессимистичным. Добрый день, отработала 23 года, ушла по сокращению штата, год получаю пособие, но с работой так и не определилась. Я банковский служащий, бухгалтер, бухгалтерию предприятия, не знаю, на бирже нет обучения, одно ожидание и никакой помощи. Сама тоже расслабилась, не знаю, что хочу, потеряла интерес, а работать надо. Мне 47, Ольга пишет. Ну, то есть, когда экономический кризис совпал еще и с каким-то личностным и даже, наверное, профессиональным кризисом, как себя взбодрить? Где найти вдохновение? Я понимаю, что вы, наверное, ждете от меня совершенно другого ответа, но я человек довольно жесткий, отвечу жестко. На самом деле, вот то, что есть в вашем вопросе, это есть постоянное, какое-то есть вот такое очень частое встречающее желание переложить ответственность за свою жизнь на других людей. Да, бирже не учит, да, там, прочее. Но на самом деле, пока вы не встанете и не соберетесь, и не скажете, окей, мне надо пересобирать свою жизнь, никто ее за вас не пересоберет. На самом деле, первое, что нужно сделать, попробуйте найти то, что вам условно, не то, чтобы интересно, то, что у вас получалось лучше всего в прошлой работе. Это может быть, выпишите все вот эти навыки, все, что у вас получалось хорошо. А потом попробуйте понять, где, в каких индустриях эти навыки применимы. И идите туда, возможно, через добычение. При этом вы должны понимать, что никто вас не будет ждать с распростертыми объятиями, и никто вам не предложит тот уровень позиций, тот уровень зарплаты, который у вас был. Вам придется начинать с грейдов много ниже, вам придется начинать, соответственно, с позиций много ниже. Извините за честность, я понимаю, что это, наверное, несправедливо, но это жизнь. Чем дольше вы не работаете, чем больше вы жалеете себя, тем вы больше обесцениваете свой опыт, и тем меньше шансов, чтобы дальше трудно устроить. Поэтому встаньте, проаудируйте свои навыки, поймите, в чем вы сильны, найдите ту отрасль, которая максимально этому соответствует, ищите, да, обучайтесь, если нужно, ищите там вакансии меньшего уровня, бейтесь и выходите. Другого варианта просто нет. Обратная ситуация от Николая, ему 59 лет, и он рассказывает, что три года уже, как потерял работу, все работодатели, которым были разусланы резюме, отказали. Некоторые честно отказали. Старше 50 лет, да, не берем. Все там, да, все там. Ну, я дочитаю письмо, оно по правде хорошее и по-своему вдохновляющее. Хорошо, если удается поработать курьером, но это совсем не то, на что я способен, тем более, что и там вынудили перейти в самозанятые, а это в мои годы и в современной обстановке совсем нехорошо. В последнее время успешно закончил курсы системного администрирования и основ платформы 1С. Вроде способности есть, но не удается найти потребителя. Что посоветуете? Ну, вот эта извечная проблема российского рынка труда возрастных не берем. Особенно в Москве, да, где большой приток молодых людей. Не только в Москве, вообще везде не берут людей старше 50. Значит, смотрите, что, собственно, нужно сделать. Скажу сейчас честно. Первое. Ну, вряд ли у вас кто-то возьмется с админом без опыта реальной работы в этом возрасте. Кургерам тоже, я понимаю, тяжело, давайте с вами проудируем, а что мы делали, ну, сложно так сказать, а что мы делали в прошлом. Самое простое это идти куда-то в продаже, и там проще всего через продажу, вообще проще всего строить карьеру, если вы, собственно, хоть сколько-нибудь там вменяемые. Если же с продажами невозможно, ищите в прошлом хоть какой-то навык, который, собственно, сейчас пригодится. Дальше, вот, максимально прокачивайте именно этот навык, и дальше, собственно, продавайте его. Мне так сложно ответить на этот вопрос, потому что я бы хотела очень внимательно посмотреть резюме, потому что человек, который 59 лет, очевидно, большой опыт, поэтому пришлите его мне на Владимирское.com, я посмотрю, посоветую что-то конкретное, потому что, сори, я тут просто не знаю, не видя, там надо поаудировать опыт, и явно что-нибудь можно найти. Если вы старше 50 лет, то на самом деле способ трудоустройства через резюме не работает, работает способ совершенно другой. А вы открываете свою записную книжку и находите всех своих знакомых, знакомых-знакомых, знакомых ваших детей и прочее, и просите их порекомендовать вас в их компании. При этом, надо понимать, что когда вы это делаете, вы должны понимать следующую вещь. Люди могут не помнить, чем вы занимаетесь, поэтому вы должны сделать очень короткое summary, порядка где-то 500 знаков, в котором вы рассказываете, в чем вы крутой, условно, что вы такого качественно умели делать. После того, как вы это рассылаете, вероятность того, что вас куда-то позовут на собеседование значительно выше, потому что, когда рекомендуют люди, работающие в этой компании, это не убивает возрастной фильтр, но позволяет его сделать таким помягче. Вы, кстати, еще ответили по ходу дела на вопрос от слушательницы, которая спрашивала, если она не айтишник, куда ей идти. Вот если у вас навык есть общения, идите в продажи. Да, на самом деле, самые простые карьеры, самые быстрые карьеры строятся в продаже. Объясню, все такие фу-фу-фу продажи, на самом деле, это прекрасная история для карьерного трамплина. Вы приходите, там нет никакой оценочности ни к возрасту, ни к внешности, ни к чему, но показываешь результат, ну показываешь, да, надо биться, да, это тяжело, но на самом деле продажник, поскольку показывает очень реальные результаты, ему еще очень быстро можно вырасти из продаж другие направления. И я знаю огромное количество, например, операционных директоров, исполнительных директоров, генеральных директоров, которые вырастали просто из продажников. Яркуат Амырзаков спрашивает, стоит ли менять работу во время кризиса, если есть предложение от компании, в которой ты будешь выполнять более востребованный и будешь развивать себя как специалиста, при этом потеряешь немного в зарплате? Ну, на самом деле, так сказать, не знаю, в целиком ситуации сложно, но надо смотреть на конкретную компанию, конкретную отрасль, в целом, конечно, да, если это более востребовано, то это очень хорошо, зарплаты сейчас будут терять практически все, поэтому это вообще не аргумент, то есть даже если вы сейчас идите в своей компании, вероятнее всего, какие-то там сокращения в зарплате будут у всех, как минимум, в KPI-ной части, но есть один риск, а риск заключается в том, что если в компанию, в которую вы приходите, в ней планируется сокращение, сокращают, прежде всего, конечно, новеньких, объясню, почему, ну, если кроме каких-то супер очень нужных людей, потому что к ним еще нет личностной привязки, они не показали результаты, к ним еще нет личностной привязки, их психологически но при этом, это опять же в целом по больницам, если вы говорите, что вы идете в очень востребованную историю, то, конечно, стоит, потому что с другой стороны, как я говорила, это тот шанс, когда можно сделать головокружительную карьеру. И последний вопрос, пусть будет вот такой, от Полины. Во время удаленной работы стало понятно, что работа не подходит. Так происходит на самом деле, или это происходит из-за отсутствия личной коммуникации с командой? Я бы сейчас в истории перевода человека из офиса в удаленную работу не стала бы ставить такой диагноз, что работа в целом не подходит, потому что действительно ломаются все коммуникации, все испытывают огромный стресс, и с точки зрения количества рабочего времени, и с точки зрения всего. Поэтому, Полин, я бы дождалась выхода в офис, после этого поработала месяц-два, посмотрела, это, вероятнее всего, это просто реакция на изменение условий труда. Мы про все ответили, и про IT, и про не IT, и про продажи, и про конфликты. Вопросов еще довольно много. Алена уже сказала, что вы лично можете написать через ее сайт. Вот, милости прошу, если вам кажется, что вы не получили своего ответа. Спасибо, Алена. Это был ежедневный подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, с политологом Андреем Колесниковым про то, как изменился образ Владимира Путина, и вместо сильного лидера на коне он стал дедушкой нации, ну и вообще не смог использовать пандемию себе на благо. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcastsobaka.meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.